Меня зовут Митио Каку. Я профессор теоретической физики Нью-Йоркского университета. Я специализируюсь на том, что называется теорией струн. Так как я физик, некоторые люди спрашивают меня, у меня что телевизор стал лучше показывать благодаря вашей физике? Или интернет лучше стал? Ответ, конечно же, да. Видите ли, физика лежит в самой основе материи и энергии. Мы, физики, изобрели лазер. Мы изобрели транзистор. Мы поспособствовали созданию первого компьютера. Также мы были причастны к разработке интернета и всемирной паутины. Кроме того, к достижениям физики можно отнести телевидение, радио, радары, микроволновые печи, не говоря же об МРТ, позитронной эмиссионной томографии и рентгеновском излучении. То есть, очень многое из того, что вы видите у себя дома, а также в современных больницах, на каком-то этапе ведет к физикам. Мой интерес к физике проявился еще в детстве. Когда мне было восемь, умер великий ученый. Я до сих пор помню, как учитель начальной школы зашел в класс. Я объявил, что не стало величайшего ученого нашей эры. В тот день в каждой газете была напечатана фотография его стола. Стола Альберта Эйнштейна. Я никогда не забуду, что власила надпись «Незавершенная работа величайшего ученого нашего времени». Я спросил себя, «Почему он просто не закончил ее? Ну, что такого сложного? Это как домашку сделать. Почему он у мамы не спросил? Что помешало ему закончить?» И тогда, в восемь лет, я решил выяснить, какую проблему он пытался решить. Спустя годы я начал понимать, что убился он на теории всего. Единая теория поля. Над уравнением, которое резюмирует все физические силы во Вселенной. Формула наподобие Е равняется mc в квадрате. Эта коротенькая формула раскрывает секрет звезд. Почему звезды сияют? Почему вспыхивают сверхновые? А также объясняет, откуда на Земле энергия? Тогда, в восемь, со мной случилось еще кое-что. Я поселил на сериал в субботу по утрам. Конкретнее, на Флэше Гордона. Я оторвался не мог. Смотреть каждую субботу про пришельцев из космоса. Космические корабли, лазерные пушки, щиты невидимости, города в небе. Что может быть лучше? Спустя пару лет я обратил внимание на кое-что. Во-первых, на то, что я не блондист с голубыми глазами. И на то, что у меня нет мышц, как у Флэша Гордона. А ведь в этом сериале первостепенная роль была у ученого, а точнее физика. Это он сделал лазерную пушку и космический корабль. Ну, ищет невидимости, конечно, его рук дело. А потом до меня еще кое-что дошло. Чтобы знать будущее, нужно понимать физику. Так как физика лежит в основе всех технических новинок, чудес технологического века. И все эти чудеса прослеживаются к работе физиков. Физика и невозможное. На самом деле, большая часть научной фантастики находится в рамках законов физики и может появиться в течение следующих 100 лет. Но есть нечто очень сложное, что может занять тысячу лет или даже больше. К этому относятся путешествия во времени, перемещения со скоростью высшей скорости света, высшие измерения, порталы, звездные врата и кротовые норы. Вы ведь в курсе, что ваши прапрабабушки и прапрадедушки в 1900-м были земледельцами. В среднем они не жили больше 40-ка. А общение на большом расстоянии у них было криком на соседа. А если бы наши предки из 1900-го увидели нас сейчас с айпэдами, айподами, искусственными спутниками, GPS-навигацией и лазерами, кем бы мы были для них? Они бы, вероятно, подумали, что мы колдуны и волшебники. Но если бы мы сейчас увидели своих потомков из 2100-х, за кого бы мы их приняли? Возможно, мы бы приняли их за богов вроде греческих. Вот Зеус смог материализовать объекты и управлять ими силой мысли. У греческих богов есть и другие особенности. Венера обладала идеальным нестарящим телом. И мы сейчас начинаем распутывать генетику процесса старения на молекулярном уровне. А у Аполлона была колесница, на которой он растекал по нему. У людей, наконец, появится летающая машина, которую мы всегда хотели иметь в гараже. К 2100 году наши потомки будут для нас словно боги. Перефразирую Артура Чарльза Кларка. Любая достаточно развита технология неотличима от божества. История физики История физики – это история современной цивилизации. До Исаака Ньютона и Галилео Галилея мы были окутаны таинствами суеверий. Люди верили во всевозможных духов и демонов. Из-за чего планеты движутся? Почему тела взаимодействуют? Никто не знал этого. В Средневековье, например, научным авторитетом был Аристотель. И Аристотель писал, «Почему объекты притягиваются к Земле?» Это, он говорил, потому что объекты стремятся быть едины с Землей. А почему, если привести объекты в движение, он замедляется? Он замедляется, потому что он устал. Эти работы Аристотеля не вызывали людей сомнений почти 2000 лет, пока Галилео Галилей и Исаак Ньютон не заложили фундамент современной физики, возникновения современной физики. Для наших предков небо было полно поводов для своей веры. И в 1066 году, это крайне важный год в британском календаре, над полем боя в городе Гастингс пролетела комета. Войска короля Гарльда были напуганы, и молодой нормандский герцог вторгся в Англию и победил короля в битве при Гастингсе, создав тем самым современную британскую монархию. И вот вопрос. Откуда взялась эта комета? Что это была за комета, таинственным образом проложившая путь британской монархии? Хотите верьте, хотите нет, та же самая комета, положившая начало британской монархии, снова пронеслась над Лондоном в 1682 году. На этот раз все задавались вопросами, откуда берутся кометы? Предвещают ли они смерть короля? «Почему у нас тут бесники небес летают?» И один человек осмелся раскрыть тайну кометы. Это был Саак Ньютон. Когда ему было всего 23 года, он сделал открытие силы гравитации. Согласно одной истории, он прогуливался по своему поместью и увидел, как упало яблоко. Потом Ньютон увидел Луну и задал себе ключевой вопрос, который помог ему понять механику небес. «Если яблоко падает, то и Луна тоже падает?» И ответ «Да». Ответ этот перевернул представление людей о движении небесных тел. Луна находится в свободном падении, словно яблоко. И она непрерывно продолжает падать на Землю. Она не сталкивается с Землей, потому что она вращается вокруг нее, и Земля круглая. Но Луна подвержена той же силе, что и яблоко, силе притяжения. И Ньютон сразу же попытался выразить это математически. И понял, что математики, какой она была в 16 веке, недостаточно, чтобы описать движение по отдаче Луны. И что же он сделал? Когда ему было 23, он не только открыл гравитацию, он еще и матанализ создал. И он разрабатывал дифференциальные интегральные исчисления теми же темпами, с которыми первокурсники изучают их в университетах. И зачем ему это было нужно? Чтобы вычислить движение падающей Луны. Математика его века была не способна вычислить траекторию объектов, движущихся под действием силы, обратно пропорционально к квадрату расстояния. И это то, что сделал Ньютон. Он описал и объяснил движение Луны. А ведь если он знает, как вычислить движение Луны, аналогичным образом он способен вычислить движение планет всей Солнечной системы. Также Ньютон построил телескоп-рефлектор и начал отслеживать движение кометы. И, как оказалось, многие говорили об этой комете, включая весьма богатого англичанина Пенни Эдмунд Галли. Былучи зажиточным торговцем, Галли решил отправиться в Кембридж, чтобы поговорить со знаменитым ученым, сэром Исааком Ньютоном. Так вот, Эдмунд Галли спросил у Ньютона, что вы думаете об этой комете? Никто не может разобраться с кометами. Они являются загадкой, которая вызывала глубокий интерес у людей на протяжении тысячелетий. Каковы ваши мысли? После чего, я перефразирую, Исаак Ньютон сказал что-то вроде. А, так это легко. Эта комета движется по траектории идеального эллипса, под воздействием силы гравитации. Я отслеживал ее ежедневно в свой телескоп рефлектора, и путь этой кометы полностью подтверждает мои математические вычисления. Конечно, мы не знаем, какой была реакция Эдмунд Галли, но я перефразирую. Он должно быть сказал примерно так. Черт возьми, почему бы вам не опубликовать величайшую работу за всю историю науки? Если я вас правильно понял, вы расшифровали секрет звезд, тайну небес. Никто не знает, откуда берутся кометы. А Ньютон ответил, «Увы, это стоит слишком дорого. Я не богатый человек. Мне будет накладно изложить мопанализ, который я создал, и проработать с его помощью движения светил». Тогда Галли, должно быть, сказал, «Мистер Ньютон, я состоятельный человек. Я разбогател на торговле. Я готов заплатить за публикацию величайшей научной работы на любом языке». И это были математические начала натуральной философии. Математические принципы движения небес. Верите вы или нет, эта книга является наиболее значимой из написанных человеком за сто тысяч лет, с тех пор, как мы переселились из Африки на другие материки. Эта книга приводит движение в физику, которая охватывает все во Вселенной. Силы, которые управляют движениями планет, которые могут быть рассчитаны, это те же силы, которые действуют на пушечные ядра, ракеты, булыжники. Все, что движется, движется согласно законам движения сэра Исаака Ньютона и рассчитывается с помощью мотанолиза. При запуске космических зондов мы не используем уравнения Эйнштейна. Они применимы лишь при скорости, близкой к световой, и возле черных дыр. Мы используем законы гравитации Ньютона. Они настолько точны, что когда мы отпускаем космические зонды мимо колец Сатурна, мы используем те самые формулы, которые Исаак Ньютон вывел в 1600-х. Мы смогли узнать секреты Солнечной системы благодаря законам движения Исаака Ньютона. И то, что он сделал, не только позволило выполнять расчет движения планет, это запустило механику в целом. Теперь мы знаем, что машины работают в соответствии трем четко выраженным законам движения Ньютона. Первый закон говорит нам о свойстве тела сохранять скорость своего движения неизменной до тех пор, пока на него не действуют никакие посторонние силы. Это наглядно видно на катке. Если запустить шайбу, она будет скользить, казалось бы, вечно, пока ее не остановит внешняя сила. Это отличается от того, что говорил Аристотель. Ведь он говорил, что при единое действие объекты останавливаются, потому что они устают. Второй закон гласит, что сила равна массе, помноженная на ускорение. И эта формула сделала возможной промышленную революцию. Паровые двигатели, локомотивы, заводы, машины. Все это благодаря классической механике, основанной на законах Ньютона, в частности, второму его закону, силы равна массе на ускорение. Наконец, третий закон Ньютона. Тела действуют друг на друга, с силами равными по мотору и противоположными по направлению. Благодаря этому закону, ракеты летают в открытый космос. Морай всей басни такова. Когда ученый сделал открытие первой фундаментальной силы Вселенной, гравитации, это запустило промышленную революцию. Революцию, которая свергла королей и королев Европы, положила конец федерализму и возвестила приход современной эпохи. Все потому, что один 23-летний джентльмен взглянул вверх и задался вопросом, а Луна тоже падает? Когда я еще был ребенком в Розе, в Калифорнии, я часто видел фотографии Empire State Building. Тогда я подумал, как они могли построить такое громадное здание и не знать, упадет оно или нет? Как оно вообще стоит? Они ведь не строили уменьшенную модель. Нельзя построить Empire State Building вот такой величины и проверить, упадет оно или нет. Как они могли знать заранее, что здание не рухнет? Ответ прост. Законы движения Ньютона. Вообще-то я преподаю эти законы. И вы на самом деле можете рассчитать силы, которые действуют на каждый кирпичик, Empire State Building, используя второй закон Ньютона. Сила равна массе на ускорение. Сила гравитации, разгаданная Сиаком Ньютоном, это первая фундаментальная сила Вселенной. Теперь я предлагаю рассмотреть вторую силу, силу, которая в корне изменила наши жизни. И это электромагнитная сила. С тех самых пор, как люди увидели молнии, озаряющие небо, с тех пор, как они были напуганы раскатами грома, они спрашивали, почему боги швыряют молнии и порождают гром? Чем мы разгневали их? А потом ученые поняли, что молнии и гром реально воссоздать. Мы же можем создать мини-молнии при помощи электричества, подумали они. Лишь в 18 веке человечество начало раскрывать вторую фундаментальную силу, которая правит Вселенной, электромагнетизм. Майкл Фарадей часто читал рождественские лекции в Лондоне завораживая взрослых и детей. На этих лекциях он демонстрировал невероятные свойства электричества. Некоторые люди задают такой вопрос. Если в машину или самолет ударяют молнии, почему никто не поджаривается? Почему все живы? Так вот, на этот вопрос ответил еще Фарадей. Он сделал стальную клетку, вошел в нее, врубил электричество и не был поражен электрическим током. Это так и называется, клетка Фарадея. И когда вы находитесь в металлической конструкции, эта конструкция защищает вас. Но главное, что Майкл Фарадей сделал, он спровоцировал вторую большую революцию с помощью того, что мы сегодня называем законом Фарадея. Если поместить в магнитное поле проводник и перемещать его, чтобы он пересекал силовые линии поля, то в проводнике возникает электродвижущая сила. И это открытие Фарадея повлекло за собой электрическую революцию. Поэтому у нас есть гидроэлектростанции, плотины, способные производить огромное количество электроэнергии. Именно поэтому строятся атомные электростанции. Поэтому в этой комнате есть свет сейчас. В маленьких масштабах это используется на велосипедах. В велосипедных фонариках без батареек вращение колеса вращает магнит, что создает движение электронов в проводе. И поэтому лампочка загорается. Иными словами, электричество и магнетизм были объединены в единую силу — электромагнетизм. Первоначально электричество и магнетизм считались отдельными силами. Теперь-то мы знаем, что это проявление одной и той же силы. Если движущийся магнит может создавать электрическое поле, то движущийся электрическое поле может создавать магнитное поле. Но если они могут создавать друг друга, тогда, наверное, возможны электромагнитные колебания, которые будут порождать электромагнитные волны. То есть движущиеся электрические поля создают магнитные поля, магнитные поля создают электрические поля, и так бесконечно, тем самым создавая волны. Так вот, примерно во времена Гражданской войны в США Джеймс Клерк Максвелл, физик и математик, вычислил, используя работу Фарадея, скорость этих волн. И это был один из величайших прорывов в истории. Когда Джеймс Клерк Максвелл вычислил скорость этих волн, он обнаружил, что это скорость света. Тогда было сделано потрясающее открытие. Свет — это электромагнитные волны. Вот что свет собой представляет. Свет ведь не может по случайному совпадению перемещаться с той же скоростью, что и электромагнитные волны. Эти уравнения были выведены Джеймсом Клерком Максвеллом. Так как, к сожалению, у Майкла Фарадея не было формального образования, он не мог выразить математически свою собственную работу. Джеймс Клерк Максвелл был физиком-теоретиком, точно так же, как и я. И ему была под силой математическая физика колебающихся электрических и магнитных полей. И эти уравнения названы его именем. В аспирантуре каждый физик обязан выучить эти уравнения на память. Вы не можете получить степень кандидата наук, не запомнивая эти уравнения. И каждый инженер, который имеет дело с радарами и радио, должен их знать. Если вы отправитесь в Беркли, где я получил свое научное название, вы можете прикупить футболку с такой надписью. В начале Бог сказал, расхождение антисимметричного четырех тензоров второго рамля равняется нулю, да будет свет. Леди и джентльмены, это формула света. Последствия электромагнитной революции затронули всех нас. Это снимок Земли из космоса. Взгляните на него. Европа под напряжением. Вы можете видеть плоды наших усилий по электрификации на фото, изображающем Землю из космоса. Давайте поговорим о том, что еще хорошего принесла людям электромагнитная революция. Это интернет. Всемирная паутина является побочным продуктом Трудау Максвелла и Фарадея. Обратите внимание, где есть интернет, там есть процветание, там есть наука, есть развлечение, есть экономическая активность. Где интернета нет, там нищета. А в будущем мы сможем серфить интернет через очки. Очки, которые также будут распознавать лица людей и отображать на дисплее их данные. Если же они говорят с вами на китайском, тогда у вас вылезут субтитры на вашем родном языке. В будущем вы будете точно знать, кто перед вами, даже не разговаривая с человеком. Это значит, что если вы пришли на коктейльную вечеринку в поиске работы, но не знаете, кто является влиятельным лицом, в будущем вы сможете узнать сразу, к кому подлизываться. Микросхемы будут стоить копейки, потому что технология не стоит на месте, транзисторы все мельче. В ваше тело будут внедряться электронные устройства. Это пилюля. В нее встроен чип, который меньше таблетки аспирина. Здесь есть камера и магнит. Когда вы глотаете ее, магнит направляет камеру, которая делает фоточки вашего желудка и кишков. Потому что все мы знаем, чего больше всего боятся мужчины среднего возраста. Каланоскопии. Что ж, это придает новое значение выражению Intel Inside. Пришло время разобрать следующие силы, правящие Вселенной. Мы поговорили о гравитации и о том, что мы теперь можем рассчитывать движения планет. Также о том, что классическая механика, разработанная Ньютоном, запустила промышленную революцию. Майкл Фараде разобрался с электромагнитной силой, благодаря освоению которой появилось множество технических новшеств. И теперь мы обсудим ядерную эпоху. Звезды и Солнце. Люди всегда были восхищены Солнцем. У Аполлона была горящая колесница, на которой он спускался с небес. Но если предположить, что на Солнце горит уголь или нефть, и рассчитать все это дело, можно понять, что за пару сотен лет Солнце превратилось бы в уголек. Так что же может светить в течение миллиардов лет? Должно быть, есть еще какая-то сила во Вселенной. И сила — это ядерная. Занимались разгадкой тайн-звезд Эйнштейн и Ко. Ядерные силы бывают двух видов — слабая и сильная. Слабое ядерное взаимодействие регулирует радиоактивный распад. Сильное ядерное взаимодействие — вероятно, сильнейшая сила во Вселенной. Она настолько сильна, что держит протоны вместе с начала времен. Закон взаимосвязи массы и энергии, Е равняется m помноженной на си в квадрате, является самой известной формулой Эйнштейна. И что Эйнштейн показал этой формулой? Чем быстрее скорость движения объекта, тем больше его вес. Ваш вес — это не константа. Если бы вы двигались очень-очень быстро, то стали бы тяжелее. Мы сталкиваемся с этим ежедневным в лаборатории. Это означает, что энергия движения преобразуется в массу, так как вы становитесь тяжелее. Повторю еще разок, потому что это важно. Чем быстрее вы движетесь, тем больше ваш вес. Энергия вашего движения, которая обозначается как Е, преобразуется в m. Это ваша масса. Взаимосвязь между энергией и массой является весьма простой. Эйнштейн требует всего одну секунду, чтобы записать на бумаге. Это в точности Е равняется m на си в квадрате. Ядерная сила открыла нам секрет Солнца. Но в то же время она открыла ящик Пандоры, потому что внутри атомного ядра есть частицы. И когда мы сталкиваем эти частицы, мы получаем еще больше частиц. Потом сталкиваем получившиеся и имеем еще больше частиц. Такое ощущение, будто мы тонем в субатомных частицах. Сотни, тысячи субатомных частичек каждый раз, когда мы соудыряем атомы. А соудыряем мы их, используя то, что называется ускорителями заряженных частиц. Я построил свой ускоритель частиц еще в школьные годы. Будучи школьником, я подошел к своей маме и спросил. «Мам, можно мне построить битетронный ускоритель частиц на 2,3 миллиона электронный вольт в нашем гараже?» А моя мама мне ответила. «Конечно, сынок, почему нет? И не забудь выкинуть мусор». Тогда я пошел на электростанцию, и как старшеклассник попросил у них 180 килограмм трансформаторной стали, ну и 35 километров медной провалки. Потому что мне нужно было обеспечить магнитное поле на 10 тысяч гаусс своему ускорителю частиц. И как же мы сделали мотку из 35 километров медной провалки? Пришлось воспользоваться футбольным полем. Я закрепил катушку с проволокой в стойке в рот, дал провод своей маме, она пробежала 50 ярдов, разматывая катушку, затем она дала провод моему отцу, и он побежал обратно к воротам. Вот так мы наматывали сердечек для моего ускорителя частиц на футбольном поле. Наконец-то мой ускоритель был готов. Только вот он потреблял 6 киловатт. Это был максимум, на который наш дом был способен. Я заткнул уши, закрыл глаза и включил питание. Потом я услышал огромный треск, когда ток хлынул через батарею конденсаторов. Затем я услышал звуки «поп-поп-поп». Это срабатывали все автоматические выключатели. Дом погрузился в темноту. Бедная моя мама, каждый раз приходя домой, она видела, как мерцает, а потом тухнет свет во всем доме. И, наверное, она думала, почему мой сынок не играет в бейсбол? Почему он не научится играть в баскетбол? И когда он уже найдет себе хорошенькую японскую девушку? Ну, зачем он строит эти машины в гараже? Что ж, эти машины, которые я строил в гараже, привлекли внимание выдающегося физика. Эдварда Теллера, отца водородной бомбы. И он распорядился, чтобы я получил стипендию в Гарварде. Это было хорошим стартом для моей карьеры. Он в точности знал, что я делаю. Ему мне не надо было объяснять, что я провожу эксперименты с антиматерией. Я занимался созданием антиэлектронов в гараже своих родителей. Надеялся создать лучи антиматерии с помощью своего ускорителя частиц. Антиматерия — это противоположность материи. Она обладает противоположным зарядом. Если электрон обладает негативным зарядом, то позитрон или же антиэлектрон заряжен положительно. Вышесказанное означает, что возможно создание антимолекул и антиатомов. Антиводород уже был синтезирован в Церне, который вблизи Женевы, Швейцария, а еще в Ферме Лаб, недалеко от Чикаго. Там антиэлектроны вращаются вокруг антипротонов. И в Брукхевинской национальной лаборатории совсем недавно наблюдалось рождение антигелия. Для создания антигелия требуются два антипротона и два антинейтрона. Для каждой частицы материи существует аналогичное из антиматерии. И когда они, кстати, сталкиваются, высвобождается нереально огромное количество энергии. Происходит стилпроцентное преобразование материи в энергию согласно самой известной формуле Эйнштейна. Стандартная модель. В атомных ядрах находится много субатомных частиц, когда мы разбиваем их. В 1950-х мы постоянно находили новые субатомные частицы. Джулиус Роберт Оппенгеймер, отец атомной бомбы, как-то сказал, «Нобелевскую премию по физике должен получить кто-то, кто не нашел новую субатомную частицу в этом году». Настолько много открывалось этих частиц. Давайте-ка поговорим о зоопарке частиц. На данный момент мы в физике открыли тысячи субатомных частиц. И у нас получилось сложить из них пазл. Это называется стандартной моделью. Она содержит 36 кварков, 19 свободных параметров, три поколения кварков. Выглядит безобразно, но это наиболее фундаментальная основа реальности, которую нам, физикам, удалось построить. Миллиарды долларов, 20 нобелевских премий. И вот мы имеем стандартную модель. Самая уродливая теория, существующая в науке. Но она работает. Здесь кое-чего не хватает под названием бозон Хиггса. Мы надеемся найти его. Мы хотим создать более новую версию этой теории. И мы думаем, что это теория струн. Теория струн основана на простой идее, что все четыре силы Вселенной, гравитация, электромагнитная и две ядерные силы, можно рассматривать как музыку. Музыку крохотных резинок. Если бы у меня был супермикроскоп, я мог заглянуть в самое сердце электрона. Что бы я увидел? Я бы увидел вибрирующую резинку. И если бы я брынкнул ее, она бы превратилась в нейтрина. Брынкнул еще раз, и это уже кварк. Еще разок, и это частицы Янга-Милса. Можно брынкать бесконечно, получая тысячи разных сублатонных частиц, которые мы в физике тщательно вносили в каталог. Теория струн, как мы думаем, является теорией всего. Эту теорию можно свести к вот такому коротенькому уравнению. Это моя формула. Называется полевой теорией струн. И как мы проверим эту теорию? Мы строим экспериментальную установку. Это самая большая экспериментальная установка из когда-либо построенных в истории науки. Она располагается на окраине Женевы в Швейцарии. Речь идет о Большом Адронном Коллайдере. Мы полагаем, бозон Хиггса будет создан в Большом Адронном Коллайдере. Он представляет собой тоннель длиной 27 км в окружности с двумя лучами протона, выдущих из разных направлений. Когда они сталкиваются, образуются море частиц, среди которых есть надежда найти бозон Хиггса. Да и не только. Мы надеемся найти частицы, которые находятся за бозоном Хиггса. Следующий набор частиц, располагающийся за бозоном, это суперчастицы. Это следующий слой пазла, состоящий из суперчастиц. Ни что иное, как более высокие вибрации, более высокие ноты вибрирующей резинки. Помимо этого, мы можем раскрыть тайны Большого Взрыва. Смотрите, уравнения Эйнштейна ломаются, то есть перестают работать в момент самого начала Большого Взрыва и в центре чёрной дыры. Два самых интересных места во Вселенной и они являются в недосягаемости теории Эйнштейна. Нам нужна теория новее. Это теория струн. Она поведает нам, что было ещё до Большого Взрыва, что было до того, как всё произошло. Что же утверждает эта теория? А утверждает она, что существует мультивселенная вселенных. Почему Большой Взрыв произошёл? Уравнения Эйнштейна рисуют нам захватывающую картину, на которой мы будто насекомые в мыльном пузыре. И этот гигантский мыльный пузырь расширяется, а мы застряли в нём, мы застрявшие мухи. Мы не можем выбраться из мыльного пузыря. Вот о чём нам говорит теория Большого Взрыва. А теория струн гласит, что пузырей полным-полно. Целая мультивселенная пузырей. И когда две вселенные сталкиваются, это формирует новую вселенную. Или когда вселенная распадается на двое, это создаёт две новых. И мы думаем, это порождает Большой Взрыв. Большой Взрыв спровоцирован либо столкновением вселенных, либо их расщеплением. А если существуют другие измерения, другие вселенные, реально ли перемещаться между ними? Но это, конечно, очень тяжело. Однако Алиса из Страны Чудес предоставляет нам вероятность того, что мы сможем создать кротовую нору, ведущую в другую вселенную. Это кротовая нора. Представьте, что вы берёте лист бумаги и ставите на нём две точки. Самый короткий путь между точками по прямой линии. Но если я могу сложить этот лист бумаги, то я могу создать путь ещё короче. Кратчайший путь через пространство и время и называется кротовой норой. Это решает проблему уравнения Эйнштейна. Мы на самом деле можем видеть это в теории струн. Вопрос заключается в том, насколько это практично проходить через кротовую нору. Мы не в курсе. Среди физиков идут дебаты. Стивен Хокинг, наряду с многими другими физиками, пытается выяснить, является ли это возможным пробраться сквозь кротовую нору. Потому что, если это возможно, это может быть использовано как машина времени. Так как теория струн — это теория всего, это также теория времени. Машины времени допускаются в теории Эйнштейна, но построить их мегатрудно. Энергии требуется намного больше, чем работающий на Плутонии Де Луриан может обеспечить. Вы вообще знаете, что через триллионы лет во Вселенной будет жутко холодно? Мы думаем, Вселенную ожидает большие заморозки. Все звезды померкнут, перестанут сверкать, и Вселенная будет намного больше. Ну и холодрига будет. На этом этапе всей разумной жизни во Вселенной придется умереть. Законы физики — это смертный приговор разумной жизни. Но есть один способ этого избежать, и способ этот — покинуть Вселенную. Конечно, мы уже говорим о научной фантастике, но, по крайней мере, у нас есть формулы, формулы теории струн, позволяющие рассчитать вероятность возможности проблаться через кротовую нору, чтобы выбраться в другую, более теплую Вселенную, где мы сможем начать все с чистого листа. Пятая сила. Если бы вам нужно было подытожить развитие физики за 10 тысяч лет, то все это свелось бы к четырем фундаментальным силам Вселенной. Гравитации, электромагнетизму и двум ядерным силам. Но вот вопрос, существует ли пятая сила? Сила, которую мы не можем измерить в лаборатории. Хотите верьте, хотите нет, есть физики, которые искали пятую силу очень тщательно. Некоторые думают, что это может быть связано с каким-то экстрасенсорным феноменом, телепатией, например, или же это сила разума, а может, сознание. Все в таком духе. Что ж, я физик. Мы физики считаем, что каждая теория должна быть потенциально опровергаемой, фальсифицируемой и воспроизводимой. Мы хотим быть уверены, что как только теория потребуется, она будет работать без исключений. Теория дает сбой один-единственный раз, она неверна. То есть, теория Эйнштейна должна срабатывать каждый раз, когда мы ей пользуемся, без исключений. Хоть один раз теория Эйнштейна ошибочна, она ни на что не годна. На сегодня мы имеем четырегодных теорий касательно физических сил. Пятой такой нет. И мы хорошенько поискали. Некоторые считают, что пятая сила — это сила, действующая на близких расстояниях, не на атомных расстояниях, а расстояниях нескольких футов. Таковых не было найдено. Темная энергия. Мы в физике за последние десяток лет обнаружили новый источник энергии, который больше самой галактики. Темную энергию. Вы только представьте себе. 73% нашей Вселенной, 73% находятся в виде темной энергии. Энергия — ничего. Это то, что уносит галактики все дальше и дальше друг от друга. Это энергия самого большого взрыва. Детишки спрашивают, если Вселенная взорвалась, из-за чего произошел взрыв? Взрыв произошел из-за темной энергии. 73% Вселенной — это темная энергия. 23% — это темная материя. Темная материя — это невидимая материя. Если бы она была в моей руке, она бы прошла сквозь нее. Она удерживает галактики вместе и составляет 23% Вселенной. Звезды, сделанные из водорода и гелия, они составляют 4% нашей Вселенной. А как же мы? Мы — это высшие элементы. Мы состоим из кислорода, углерода, азота, вольфрама и железа. Эти элементы составляют 0,03% всей Вселенной. Иначе говоря, мы — это исключение. Большая часть Вселенной состоит из темной энергии и темной материи. А звезды и галактики составляют очень малую ее часть. И что это за темная материя, из которой состоит 23% Вселенной? Никто этого не знает. Теория струн дает нам ключ к разгадке, но определенного ответа нет. Обращаясь к вам, молодые и амбициозные физики, вы можете задаваться вопросом, зачем заниматься физикой, если уже есть кандидат на теорию всего? Вы должны осознать, что все учебники по физике были написаны неверно. В каждом учебнике по физике написано, что Вселенная состоит из атомов, так ведь? Ну да, так там и написано, что в основном состоит из атомов. Это неверно, ошибка. Так как последние 10 лет привели нас к пониманию, что большая часть Вселенной является темной. Есть еще целая полка Нобелевских премий для молодых людей, осмелившихся раскрыть нам тайны темной материи и темной энергии. Позвольте мне дать вам совет, юные физики, только заканчивающие школу. Допустим, вы мечтаете быть новыми Эйнштейнами, хотите поработать на теории струн и тому подобное, а потом вы поступаете на первый курс университета. Скажу вам прямо, преподаватели ввалят большую часть студентов при прохождении элементарной физики. Инженерные факультеты в той или иной мере призывают нас это делать. Мы не хотим выпускать инженеров, которые построят мосты, которые потом рухнут. И мы не хотим выпускать инженеров, которые построят небоскреб, а он завалится. Вы должны хорошо знать законы механики. Прежде чем вы сможете поработать с законами Эйнштейна, вам придется помучаться с законами трения, рычагами, шестернями и шкивами. Как следствие, много студентов заканчивает учебу при прохождении элементарной физики. Так что, если вы только выпускаетесь из школы, у вас звездочки в глазах, и тут вы сталкиваетесь с физикой первого курса, будьте на чеку. Это тяжелое время. Начинал я в качестве физика-экспериментатора. Но как-то в Гарварде я поговорил со своим коллегой, одним из лучших физиков-экспериментаторов в мире, профессором Паундом. И он сказал, что мне стоит задуматься о переквалификации. Он сказал, что навыки мои намного больше подходят для того, что я люблю больше всего, для теории, математики, мира высших измерений. И я понял, что он прав вообще-то. Что меня интригует в физике или даже в самой науке, так это возможность найти наиболее фундаментальные основы всего. Вместо того, чтобы делать теорию красивее, я предпочитаю выяснять, почему она работает, и что заставляет ее тикать. И это то, чем я зарабатываю на жизнь. Я физик-теоретик.